Приветствую всех, кто смотрит телеканал Atomician Business. Прямо сейчас это программа «Время говорить». Мы в скайп-формате и я по-прежнему принимаю ваши вопросы на WhatsApp. Рядом у меня есть телефон. Я изучил накануне отчеты аналитиков, в каких секторах экономики наиболее высок у нас риск дефолта. Судя по исследованию, ковид очень сильно ударил по выручке компаний в авиации, в ресторанном бизнесе пострадали очень многие предприниматели и в непродуктовой розничной торговле, а также в фитнес-индустрии. Долги растут, персонал в отпусках без содержания, многие уволились. Перспективы у нас сейчас пока не ясны абсолютно. Эту тему мы сейчас и обсудим. На связи Шимкент и Москва. Юлия Левартовская, владелец и генеральный директор фитнес-клубов Априори. Она из Москвы, на самом деле из Нур-Султана, пока из-за карантина в Москве. Я вас приветствую. И Сергей Безбородов, представитель ассоциации операторов фитнес-индустрии Казахстана, город Шимкент. Здравствуйте. Добрый вечер. Слышно? Все нормально со связи у нас? Так, все. Если можно, давайте вот я такую статистику печальную привел, но расскажите, в какой ситуации у вас сейчас ваша индустрия? Пожалуйста, если можно. Закрылись многие? Да, конечно. Да, с 16 марта мы закрылись. И до сих пор мы находимся в этом же режиме. Мы закрыты, не работаем. Ну, в такой ситуации мы сейчас живем. Какие у вас убытки? Сколько вы теряете? Ну, практически мы потеряли на сегодняшний момент, я хочу сказать, 99% нашего дохода, который мы обычно зарабатываем. Мы пытались сделать онлайн-формат, он у нас не зашел. Потому что в тот момент, когда мы начали это делать, то мы столкнулись с тем, что мы стали конкурировать с мировым рынком онлайн-фитнеса, который на сегодняшний день достаточно на хорошем уровне. И, к сожалению, ну, а может быть, и к радости мы протестировали этот вариант, и он у нас абсолютно не зашел. Поэтому, если говорить об убытках, то мы потеряли 99-98-99% от всего нашего дохода, который у нас есть. Да, у вас два фитнес-клуба. Что вы будете с ними делать? Вы будете их открывать заново или нет? Безусловно. Мы ждем сейчас постановления, когда нам позволят открыться. Ну, и, честно говоря, понятно, что ситуация очень такая критичная, но, тем не менее, желание работать есть. Да. Если можно, Сергей, подключайтесь, пожалуйста. Что по Казахстану? Какая ситуация? Я знаю, что ваша собственная ассоциация организовалась именно в эти дни. Раньше вы были разобщены, а теперь вот ковид, пандемия, и вы решили отстаивать права всех участников рынка. Наверное, Данил. В первую очередь от лица нашей ассоциации выражаем благодарность за то, что даете нам слово и площадку для того, чтобы высказываться. У нас достаточно молодая, относительно молодая индустрия в Казахстане. Порядка 20 лет находится в состоянии развития. Особенно активно она начала развиваться в последние десятилетия. представлена большими мультифункциональными полноформатными фитнес-клубами, маленькими фитнес-клубами с различными студиями, танцев, йоги, различных единоборств. То есть то, к чему мы привыкли. До карантина порядка 2-3% жителей больших мегаполисов нашей страны, Астана, Алматы, Шимкент, были вовлечены в наши тренировочные процессы. По регионам эта цифра от 0,5% до 1,5%. И так же, как и все остальные участники рынка, 16 марта мы были вынуждены приостановить свою деятельность. Как совершенно верно заметила Юлия, та бизнес-модель, по которой мы работаем, совершенно не позволяет генерить прибыль, не то что прибыль, доход, в онлайн формате. И сейчас все наши доходы просто скатились до абсолютного нуля, и мы все в ожиданиях открытия. Мы действительно, ассоциация объединилась, наши, скажем так, игроки рынка, да участники рынка объединились только в дни карантина. И причиной этого стало озвучивание даты открытия. То есть нашу индустрию, объекты нашей индустрии приравнивают к кинотеатрам, прочим местам скопления, большого скопления людей. И мы объединились для того, чтобы при всей социальной ориентированности нашего бизнеса, да, мы понимаем и учитываем всю серьезность ситуации опасности и риски, поддерживаем всячески нашего санитарного врача, да, и страны, и регионов, правительства за те меры, которые принимаются. Но в свою очередь мы разработали ряд мер, которые мы, как участники рынка, можем реализовать, чтобы не допустить распространения инфекции и в то же время начать работать. То есть наши площадки... ...пиравняли к кинотеатрам, да, получается? Ну, мне кажется, это спорно, спорно. Не так много людей в спортзале, как в кинотеатрах, там же вообще поток сплошной. Ну, я совершенно верно, есть... ...похожу, ходил, да. Совершенно верно. Есть разные, как бы, критерии, по которым, да, это делается. Первое, это то, что действительно массово, но, опять же, все зависит от того объекта, от площади объекта, да, в который посещает человек, плюс время нахождения, влажность и прочее. Но те меры, которые мы можем принять на своих площадках, могут нейтрализовать практически, ну, любую угрозу, да. У нас есть эти рычаги, потому что у нас очень системная сфера, очень... Мы на грани медицины и спорта, да. Основной принцип, так же, как и в медицине, не навреди. Поэтому мы... А можно я уточню, да, Сергей, вот у Юлии я хотел бы уточнить. Вот вы на какие готовы пойти, ну, можно сказать, жертвы, что ли? Потому что все-таки, если мы говорим о социальной дистанции, то, ну, сами понимаете, придется как-то там в спортзале все менять, что ли, я не знаю, заставлять людей ходить по линиям. На самом деле на связи, потому что мы состоим в этой ассоциации, и очень такое плотное было обсуждение этих вопросов. На самом деле наш бизнес очень диверсифицирован. То есть у нас есть подразделения групповых программ, и тренажерного зала, и бассейна, и с детками мы работаем, да. И на каждом, в каждом из этих подразделений мы можем принять меры. Мы можем запускать объекты без отдельных подразделений, где повышенное скопление людей. Мы можем вводить ограничительные меры по записи людей на уроках, время пребывания и формат пребывания в раздевалках. В тренажерном зале мы действительно можем организовать социальное дистанцирование, и вообще мы можем управлять потоком. Но еще то, что нас очень сильно отличает от других сфер, мы работаем с известными, со знакомыми нам людьми. То есть мы можем в случае любой ситуации, любого развития ситуации, предоставить просто почасовую загрузку объекта и тех людей, которые там находились. О том, что мы готовы запуститься соблюдением всех санитарных мер, которые стали уже такой новой реальностью, это просто по умолчанию, это готовы исполнить каждый объект. Плюс дополнительно ввести от запрета, допустим, проведения групповых программ или работой бассейна на первых этапах до дальнейших послаблений или, скажем так, введения работы всех подразделений, но с ограничением и дальнейшим послаблением. Все участники рынка... Да, у меня есть ваша информация, я его читаю, просто здесь прям по пунктам вы целую страницу, если не две, расписали, расписали все, даже и на дополнительные меры готовы пройти, лишь бы запуск состоялся. Юлия, вы сейчас в Москве, там тоже ничего не работает же, да, я так понимаю? Там ситуация довольно, ну, намного сложнее, чем у нас. У нас-то немножко небольшой спад идет с заболеваемостью. Да, абсолютно верно. Здесь немножко позже началась эта вся история. То есть если в Казахстане с 16 марта уже ввели режим ЧП, то в Москве это было чуть позднее, если не ошибаюсь, в апреле, в начале апреля это случилось. Да, действительно, тоже здесь все закрыто, и здесь гораздо все серьезнее. Вплоть до того, что выезд из города, либо куда-то в город, нужно выписывать электронные пропуска и исключительно таким образом передвигаться. В Казахстане немножко попроще с этим. Что сейчас там, да, по фитнес-индустрии? Там она довольно серьезно развита, понятно, другие обороты, другие деньги, другой рынок вообще в целом. Там что говорят представители фитнес-индустрии? На что они там надеются? Я на связи постоянно с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии Российской Федерации, и у них, к сожалению, еще худшая ситуация, потому что ставка арендной платы в Москве, но надо понимать, что она очень высока. А в большинстве своем фитнес-клубы находятся в арендных помещениях. И в отличие от Казахстана в Российской Федерации не был введен режим ЧП, и, соответственно, вот этой истории форс-мажора ее нет. И, конечно, арендодатели, они на свое усмотрение идут. Готовы ли они дать какие-то каникулы, послабления в арендной плате, либо нет. И то количество пострадавших, так сказать, клубов, оно здесь зашкаливает. Ну, то есть по Москве уже на сегодняшний день порядка больше, чем ста клубов, они уже говорят о том, что мы готовы закрываться, потому что мы не выживем. Сергей, а у нас что? У нас какая ситуация? Немножко полегче? То есть я пытаюсь понять, насколько индустрия пострадала и как она может быстро восстановиться, если вам разрешат работать, как вы просите, например, с 25 мая. Ну, вдруг что-то случится, да? Данил, очень хороший на самом деле вопрос. Та ситуация, которая есть в России на фитнес-рынке, она очень значительно отличается от того, что у нас есть в Казахстане, потому что те меры, которые были приняты правительством, они значительно отличаются. У нас действительно было объявлено чрезвычайное положение. Это является форс-мажором для тех объектов, которые пользуются коммерческой недвижимостью, находятся на арендуемых площадях. Были сразу реализованы меры по рассрочке и отсрочке выплаты кредит, потому что наша сфера достаточно закредитована. И, конечно, если мы сейчас открываемся, мы надеемся на то, что хотя бы в течение полугода мы сможем вернуться к тем цифрам, которые мы показывали как сфера до периода закрытия. Тут разные... Откроемся. Я так понимаю, что вот это письмо, оно пока не дошло до адресата, либо дошло, но уже легло под сукно. Не легло пока под сукно, на самом деле... Юль, да, пожалуйста, по Нур-Султану давайте. Было принято... Вчера в Нур-Султане было принято письмо главным санврачом и Акимом города. Пока на рассмотрение. Сегодня мы спрашивали судьбу нашего письма. Пока на рассмотрение. В Алматы, насколько я знаю, да... Слушайте, в столице открыли сауны. Сауны открыли в столице. Сауны. Там это не спортзал. Это... Ну что у нас? Вот так вот там все. Мы бьем тревогу, поэтому мы хотим, как вы сказали, пожертвовать какими-то вещами для того, чтобы запуститься и открыться. На самом деле мы с нашими клиентами на связи практически каждый день, я думаю, как и Сергей тоже со своими клиентами на связи, и они все просто умоляют, откройте. Чем отличается? Мы ходим на площадки, на улице, там тысячи людей трогают эти турники и так далее. Ничего не обеззараживается. В клубах мы готовы пойти на то, чтобы обеспечить всеми нормами, всеми обеззараживающими средствами для того, чтобы люди могли заниматься наконец-то своим здоровьем, которое пошатнулось за время карантина, к сожалению. У меня плюс два килограмма, я этому абсолютно не рад. Это из-за того, что я сижу дома, вот скайп-формат программы, да еще до недавнего времени не мог ходить в спортзал, хоть сейчас можно на улицу выходить. Какие дополнительные затраты предстоят вам, если вот эти все санитарные нормы ведут дополнительные для вас? Я могу, да, ответить на этот вопрос. На самом деле, те меры, которые... Почему я отметил, что те площадки, которые у нас есть, они, ну, я думаю, что вы посещаете, да, тоже фитнес-клубы, и люди, в принципе, имеют представление об этом. Это достаточно подготовленное для этих вещей здание, площади, и мы имеем и клининг, да, клининговый персонал. В большинстве, наверное, фитнес-клубов имеются и медицинские департаменты, и тот подход, который мы можем обеспечить, даже исходя из тех вещей, которые у нас есть, он абсолютно беззатратный, да, пока что. Я сейчас не учитываю санитарную обработку, а исключительно режимные меры, системные меры. Они не будут стоить нам ничего. Какие-то вещи, которые, допустим, могут быть приняты, да, запуск объектов, допустим, без каких-либо подразделений, конечно, это упущенная выгода. Плюс надо понимать, что мы, продавая свои абонементы, клубные карты, мы предлагаем целый комплекс, да, фитнес-услуг. И лишение клиентов части этих услуг, оно, конечно, повлечет с собой разговор о том, как это будет компенсироваться. Поэтому те меры, которые мы разработали, мы максимально, скажем так, сбалансировали, потому что мы можем сделать для того, чтобы не допустить распространения инфекции и в то же время не пострадал сервис и качество услуг, которые мы оказываем. Если от вопросов, которые поступают к нам на WhatsApp, сейчас я прочитаю, но если, пишут нам телезрители, но если предположить, что летом границы будут все еще закрыты, и внутри страны мы сможем сдержать рост числа заразившихся, то людям будет банально некуда летать в отпуск, может, пойдут спортзалы. Да, но это по поводу того, вернуться или нет. Так, это для богатых. Я занимаюсь на балконе, цены заоблачные. Второе мнение. И еще что. Сколько вы потеряли, сколько стоит открыть спортзал один у нас? Ну, давайте попробуем тоже ответить. И вот, смотрите, интересный вопрос. Рынок явно уже... А, нет. Кто вернется в залы? Те, кто был или те, кто пойдут на скидки, которые вы объявите, и стоит ли ждать грандиозных скидок после открытия? Почему я о них не слышал? Хорошие вопросы, на самом деле. Я думаю, Юля тоже их оценила. Смотрите, если говорить о том, что мы ожидаем, надо понимать, что у каждого фитнес-объекта есть уже действующая клиентская база. Большинство клубов работает по системе годовых клубных абонементов или абонементов длительного периода. Полугодовые, трехмесячные, девятимесячные годовые. И, конечно, при запуске объектов мы уже можем рассчитывать на то, что часть наших клиентов вернется к нам. И, как Юля сказала, мы действительно с ними на связи. Они в трепеде просто ждут открытия. Они хотят прийти на тренировки, потому что в нашей новой реальности это один из доступных способов времяпрепровождения, плюс еще полезного. Все-таки фитнес – это про здоровье, про профилактику, про укрепление иммунитета. Что же касается стоимости, тут надо и того, что это... Рынок очень большой на самом деле. И у нас на рынке работают объекты в очень разных ценовых сегментах. И тут каждый, конечно, выбирает клуб под себя, исходя из своих возможностей. От того, как поведут себя игроки по ценообразованию, очень сложно, скажем так, прогнозировать, потому что надо учитывать, что изменилась ситуация, вырос курс доллара, меняются цены на продовольственные продукты. И то, что нам нужно для того, чтобы мы функционировали, скорее всего, это тоже отразится на стоимости абонементов. Не думаю, что... Все-таки у нас очень социальная сфера, и мы не сможем, возможно, в разы поднимать наши клубные карты или в полной мере реагировать на те поднятия цен, которые осуществили наши поставщики, скажем так. Но какое-то увеличение стоимости карт планируется. Возможно, в долгосрочной перспективе. В качестве какого-то каких-то постепенных шагов, возможно, как раз-таки, пока что, скажем так, закрепление тех цен, которые были до карантина. Да, Юлия, пожалуйста. Так, вопрос о том, сколько мы потеряли и сколько стоит открыть зал. Речь, наверное, должна идти, вероятнее всего, о квадратуре помещения, потому что у меня есть опыт открытия как обычных залов, только тренажерных, так и полноценного полномасштабного клуба с бассейном, саунами и так далее. Это совершенно разные вещи. Ну, скажем так, от 50 тысяч долларов до несколько миллионов тысяч долларов стоит открыть клуб. Что мы потеряли? Безусловно, мы сейчас на связи с нашими арендодателями, потому что тоже спорный момент. Мы сейчас не работаем, режим ЧП отменен, курс-мажора нет, арендная плата уже выставляется. Есть долг небольшой по заработной плате. Конечно, мы платим коммунальные услуги, которые никто не отменял. В это время, пока мы не работаем, мы сделали кое-какие ремонтные работы, которые нужны были в любом случае в это время. Мы слили воду в бассейнах, в обоих бассейнах. Естественно, я думаю, что Сергей делает то же самое. Ну, то есть мы воспользовались ситуацией, но, тем не менее, долги продолжают накапливаться, а доходов нет. Поэтому нужно понимать, что мы потеряли. Для вас рубеж, дедлайн это какой? Я вот читаю в том обращении 25 мая, но явно это не дедлайн. Ну, конечно, мы будем счастливы, если это случится 1 июня. Мы готовы, мы на старте практически. Если бы нам сказали, что завтра запускайтесь, мы готовы к этому. Будем надеяться, что все-таки это произойдет в ближайшую неделю. Да, 3 минуты, коллеги, остается. Да, заканчиваем, резюмируем. Да, пожалуйста, Сергей. Я хочу сказать, что фитнес-индустрия, индустрия спорта, это все-таки достаточно позитивная сфера. Очень много счастливых людей заняты в ней. Это большая площадка для тех людей, которые в ней задействованы, и не только клиенты, которые посещают фитнес-клубы. И, конечно, мы все в нетерпении открытия фитнес-клубов, потому что наша сфера является известным антидепрессантом, который, возможно, так нужен нашему населению. Со своей стороны, используя весь наш профессиональный опыт, мы готовы обеспечить все меры, все условия для того, чтобы у нас в клубах и на объектах было безопасно, чтобы люди, не беспокоясь ни о чем, занимались укреплением своего здоровья. И все это было на благо нашей страны и Родины. Да, у меня такой интересный спонтанный вопрос возник по поводу того, сильно ли распространяется коронавирус среди тех, кто постоянно и регулярно занимается именно спортом в фитнес-зале. Вот вы сказали об иммунитете, не читали нигде никакой информации? Может быть, нет ни одного заболевшего среди тех, кто 5 лет ходит регулярно в спортзал? То есть, такого нигде нету? Может быть, такая статистика где-то проскакивала? Конечно, есть, Данил. Пожалуйста. Спортом ведет здоровый образ жизни, их вирус просто даже не видит, не замечает. Причем уже об этом говорят ученые, я думаю, что Сергей тоже об этом подтвердит. Конечно, это касается не только коронавируса. Я думаю, что двигательная активность, здоровый образ жизни всегда испокон веков был неким гарантом того, что ты проживешь долгую счастливую жизнь, в полную здравие, наполненную долголетием. Поэтому мы, на самом деле, наше сообщество стоит, скажем так, у истоков этого направления в Казахстане. И поэтому мы понимаем, о чем мы говорим. И настало время нас открывать, ребята. Нам нужно работать. Это мы закончим. Открывайте спортзалы, наконец-то. Все, это призыв от всего спортсообщества, в том числе от меня. Я уже устал заниматься на улице. Спасибо большое. Это была Юлия Левартовская, владелец и генеральный директор сети фитнес-клубов «Априори», а также Сергей Безбородов, представитель ассоциации операторов фитнес-индустрии Казахстана и Шимкента. Наша программа на сайте inbusiness.kz. Спасибо за внимание. До свидания.